Это без Бога плохо. А с Богом что будет? Когда Господь за тебя, на душе легко, совесть не мучает, никого не оскорбил. Конечно, конечно. Я солидарен с вами. Да. Все правильно говоришь. Милость Божия в этом. А эти люди-то наркоманы. Он 36 лет от жил и его нет. Они делают беду. Вот здесь вот приходит половина мужиков голые. Это еще нормально разве? Вот на этой рулетке. Ну, конечно. А мы тут пришли. Говорим людям. Здесь одни грязью занимаются, одни нацисты там обзываются. Да. И третий, который... А мы Бога благодарим. И все. Нам с Богом хорошо. Мы строим православную деревню. У нас никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. Альхамду лиллах. Это хорошо. Да. Это хорошо. Все правильно. Так и надо. Если у человека нет веры, религии, он все... Мы первым делом храм построили, молиться. Мы встаем утром рано в 4.40, чтобы помолиться не спеша, слово Божие посчитать. У нас священная книга. Это вот... Библия? Да. А я читал Библию. Во. А там в середине книг, в ней 77 книг, а посередине книги, вот это вот, называется Евангелие. И Евангелие, по-моему, я Евангелие читал. А вот еще Псалтирь, это 3000 лет назад, молитвы написаны. И мы этим людям, которые пожелают, мы им считаем здесь, я Евангелие считаю им, которые... Я читал Библию, она такая небольшая была, там, по-моему, почти Псалтирь, это молитвы, я помню. Потом там Библия и потом еще что-то, короче, помню. Да, вот видишь, какой грамот. Псалмы, что ли? Вот другие тут приходят, там мусульмане здесь встречаемся, они ничего не знают совсем. Я говорю, ты хоть Коран-то читал, Аллах, Аллах. Ну, ты заповеди-то знаешь, знаешь, почему у тебя уважения к старшим-то нету? Материшься, но тебя... Ты разве не знаешь, что, я говорю, суд Божий будет? У вас же там все написано это, что когда люди воскреснут, и одни пойдут в рай, другие в ад. Они ничего не знают. Я говорю, нельзя так. Как же так? Я, ну, и мы, я почитаю Иисуса так же, как и своего пророка Мухаммада. Я не говорю, что Иисус, там, некоторые жбои, там, там, а, ваш Иисус, там, что-то, что-то. У нас мусульман, мы так же Иисуса и всех остальных пророков, которые были до Иисуса. Да, ну, вот пророк Дэвид у вас называется Дуайт. Вот он писал, да, написал Псалтирь. Вот вы говорите Ибрагим, а у нас Абраам называется. Да, да, да. У нас Иса, у вас Иисус. У вас Мария, у нас Мария. Мариям. Да. Мариям написано. У вас Абраам, у нас Ибрагим. Я много занимался Кораном, у меня целая книга написана. По Сурам и Аятам я его сравниваю с Библией отдельно, отсюда и отсюда, там ни нападок, ничего нет. Я могу вам такие данные дать, которые, ну, то есть, от моей наработки. Если хотите, я вам сейчас засчитаю, сколько Сур, Аят, сколько даже букв, сколько раз упоминается Ибрагим, у вас сколько в Библии. Это, можно хорошо знать-то, какой по объему. Вот у нас Библия, во сколько раз Коран меньше Библии. Хотите, я вам прочитаю. Данные. Сколько раз, чего меньше? Меньше по объему, по буквам. Вот взять буквы, сколько там на арабском, на этом, и сколько Библия. Вот у нас Новый Завет, это вторая часть Библии, это Ветхий Новый Завет. А Коран, он меньше Нового Завета, в 1,16 раза. Я знаю эти все данные, я специально занимался. Вот сколько времени нужно, чтобы Коран прочитать, вы знаете? А кто написал Новый Завет? Новый Завет написали 4 евангелиста, Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Деяния тоже написали, и апостолы писали послания, это Иаков, Иуда, это не который предатель, Петр, Иоанн. И вот все, 4. 4, и там получается 4. 8 человек, 8 авторов. А всю Библию писали 40 человек в течение 1600 лет. За 1600 лет писали так, а потом собрали вместе. А собрали вместе в первом уже веке. Книга у нас такая, апостольские правила, 85 правило. Перечисляются книги, которые на соборе установлены считать. А получается разные Библии, что ли, есть много? Нет, они, а Библия одна. Но только вот мы издаем, это я покажу вам православную, в ней 77 книг, внутри ее. Библия это не одна книга, Библия это совокупность книг. У нас-то видите, знаешь как, у нас Коран один. Один, Библия одна, но авторы. Авторы-то не один. 40 человек Библию писали. Вот Матфей, первый Моисей пишет. Бытие, исход, левит, второзаконие. Числа второзакония. Пять книг Моисею принадлежат. Дальше Иисус Новин пишет. Книга Судей. Дальше четыре книги Царств. Две книги Паралипоменон. Кто писал, неизвестно даже. Может быть, Ездра. Книга Ездра. Иудеев, Иова, Псалтырь Давид написал. Три книги Соломона. У вас Сулейман называют. Вот. Видите, сколько? Дальше пророки какие писали. Исаия, Иезекииль, Иеремия, Варух, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Малахия. Это разное время жили они. Бывает расстояние между первым и вторым тысячу лет почти. Вот как. А потом собрал Ездра в одно. И Библию назвали. Библия означает книги. А есть в Библии или где-то, что говорил Иисус, что придет после меня посланец? Нет, это Моисей сказал. 18 глава, 15 стих. Это книга второзакония Моисеева. Там написано. И среди вас Господь восставит пророка, как меня его слушаете. Речь об Иисусе Христе идет. А от Христа нет ничего, что за ним придет. Он говорит, кто бы ни пришел, никого не слушайте. Придут обманщики, антихристы. Вот такое написано. А что Христос это не говорил. Это Моисей сказал. За 1600 лет до Христа. А получается, вы говорите, что Иисус сказал, что после меня придет... Будут называться, апостол Павел об этом говорит, называться пророками, но они лже-пророки. Они вас будут обманывать, а вы не верьте и не ходите. Вот так написано. Значит, получается, что Иисус сказал, что... Ну, по вашим словам, я понял, что, получается, наш пророк Мухаммад... Ну, так у нас написано так. Вот, допустим, деяние... Я же Библию открываю. Это я не вашу книгу открываю, это свою. 4.12 написано. Я дословно говорю, притом. Не просто так, это от головы ветра. Нет другого имени под небом, запятая, данного человеком, запятая, которым надлежало бы нам спастись. Нет, кроме Христа. Прямо ставится. И Господь говорит, сколько до меня приходили, говорит, и после придут. Это воры и обманщики. Они приходят убить и погубить. И об этом говорит Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Я 56 лет занимаюсь этим, как проповедник. Миссионер. Мы проехали 120 тысяч километров. Мне Господь позволил издать. У меня вышло из печати моих книг, 38 книг, томов. Я много преподавал в университетах, школах, милиции, воинских частях. И книги такие, каждая книга 752 страницы. Это больше Корана примерно в 3 раза. Книга каждая у меня. Их 38. Я дарил их в 6 мусульманских республик, в библиотеках они там есть. В Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, в Азербайджане. Ну, везде, где мы проезжали. Я подарил на 650 городов свои книги. Подарил. Это на 35 миллионов рублей. Это мы не за один год, за три года проехали. Подарили. И поэтому на этих книгах учатся там и мусульмане, и кто-то реконит. Потому что здесь конкретно, я если говорю, то ссылаюсь, вот, сура такая-то, аят такой-то, сказал такой-то. Вот я недавно разговаривал, три мусульманина было. А я говорю, скажите, ваш пророк, сколько провел сражений с мечом в руках? Мечом, которым убивают? Не знают. Я говорю, ну а как же такое? Вы же должны знать. Я говорю, 72 сражения он провел. Только два были оборонительных. Два, когда на него напали. А остальное грабили караваны, там, купцов. Это они сами описывают. Это с этого начиналось-то. Я говорю, вы же не будете утверждать, что он пришел раньше Христа. Он умер в 632 году от Рождества Христова. Шесть столетий христианство уже по миру распространялось. А да вы это там, ну не понимаете совсем. Я говорю, маленький, я что доказывать буду? Это история говорит. Христиане, они богатые, придумали религию, чтобы угнетать бедных. Так они бедные и были рыбаки. Кого угнетать-то? Сами себе написали и стали себя угнетать? Ты маленько один раз прочитай. Рыбаки писали-то. Грамотный. Это был один апостол Павел. Ну, Лука тут грек Евангелие написал. И надо же говорить, знать. Вот я вам говорю, если вам интересно это, я сейчас могу открыть вам статистику дать Корану. Вы ручку возьмите, карандаш, вам будет очень интересно. Вы другим скажете, сколько часов его считать, сколько встречается, какое имя. Это у тебя на глазах будет статистика. Притом, это никак не помешает. Какой объем? Вот я спрошу сейчас. По одному часу я буду считать Коран. Сколько дней надо прочитать его? Еще ни один мусульманин мне этого не ответил. А я вам могу ответить, если желаете. Вот возьмите ручку, карандаш, я вам дам цифры эти. Так, только не отходите никуда. Статистика. У меня здесь нет карандашной ручки. Ну, хоть маленько там возьмите, а я сейчас засчитаю. Статистика сейчас, подождите, найду где здесь. Фотостатистика. Вот она. Останки. Так, минуточку, минуточку. Статистика надо найти. Слово. Притом, эта статистика, ну, абсолютно точная. С применением сегодняшней техники. Так. Санфония, козлов. Так, так, черт, это не вижу. Не в раз-то тут найдешь. Статистика. Документы. Вот, понимаешь, как внезапно так вот сунулся. А вот она. Она собирает кучу все это. Вот статистика. Вы меня слышите? Алло. Да, да, я вас слышу. Вот сейчас запишите только. Сейчас я скажу. Библия и Коран. Вот. Синодальный перевод наш. Вот сколько, чего, как. Вот. В Библии 77 книг. 77 книг. Вот вы чтобы знали. Это... Вот. Вам сравнивать будет с чем. Я сейчас последние результаты только покажу. Вот. Во всей Библии. Сколько и чего. Новый Завет. Вот который там. Ветхий Новый Завет. В Ветхом Завете 50 книг. 50. А в Новом 27. В Новом Завете 27 книг. Это 260 глав. Ну, а по-вашему, суры называются. 260. И 7 955 стихов. Это аятов. У вас будет. Пока я Новый Завет разбираю. 7 955 стихов. 129 596 слов. 129. Вот здесь какой-то видеоролик я нашел. Да. Сейчас я покажу вам. Смотрите. И вы, пожалуйста, объясните. Вот. Так. Да, 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 да. Вот сейчас. Я про Харан вам скажу. Запишите, пожалуйста. Вы слышите, да? Да, я слышу. Только я теперь открыл симфонию. Она у меня закрыла этого. Ну, экран закрыла. Вот в Коране запишите сколько. Стихо Паятов. Я говорю. Я сейчас кое-что включил. Вы слышите, да? Да, да. Я слышу. Ну, включите. Там запишется. 114 сур. Вы, пожалуйста, объясните значение слова Троица. И как это может быть все в одном. Мы будем признательны, если вы объясните это в течение пары минут. Троица. Понимаете? Этого слова Троица нет в Библии. Представьте, основа веры. Подождите. Мне не совсем понятно. Еще и голоса там слышится. Мы говорим. Бог один. Они говорят, да. Бог один. Но три в одном. В Библии нет слова Троица. Проверьте. Поверьте мне, его там нет. Они говорят о Вознесении. Вознесении. Что-то произойдет, придет Иисус, и все вознесутся. Слово Вознесении не встречается в Библии. Они говорят о Миллениуме, о Тысячелетнем Царстве Христа. Этого слова нет в Библии. Троицы тоже там нет. Слово Библия не встречается в Библии. Поверьте мне, само слово Библия не встречается в Библии. Ни в одной из Библий. Вы пока подождите, я вам данные выдам. Данные, данные, я сейчас, вам видно меня? Да, 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 я вижу. Я вот сейчас как раз вам засчитаю, данные какие есть, смотрите. Объем Корана какой в сравнении с Новым Заветом? В Новом Завете, вторая часть Библии, 612 909 букв. 612. А в Коране 554 202, 554 тысячи. Нет, это я понял, а что вы дослушаете, да, пожалуйста? Да нет, это плохо слышно, понимаете, там я звук слышу, да я еще плохо слышащий. А вот теперь как считать, сколько времени требуется? По количеству букв меньше Нового Завета в Библии в 5,724 раза. Коран меньше. И меньше Нового Завета в 1,106 тысячных. Вот. Чтобы Новый Завет прочитать, нужно 18 часов 21 минута. Чтобы Коран прочитать по одному часу, 16 часов 47, то есть 16,5 часов. 16,5... Я знаю, Коран можно за один день прочитать. Ну да, можно, да-да, 16 часов можно, но это много очень. А по одному часу считать, это за 2 недели и 3 дня. Так что ваши, которые знакомы, вы им скажите, скажите, что же вы так-то это не считаете-то? Надо и Библию... Вы, откуда вы взяли слово Библия? Оно пришло от греческого «библос». «Библос» означает «книга». И они написали «Библия». «Библия» означает «книга». «Священная Библия» означает «священная книга». Это слово «библия» не встречается в самой Библии. «Троица» не встречается там. У нас в Коране имеется слово «троица». Удивительно, христиане верят в нее, но у них нет... Подождите пока, время не тратьте пока. Маленько. Там очень ускоренно так идет. Это хорошо. Хорошо. У вас какие-то данные будут тогда? Вот у нас, допустим, Библию просчитать, это требуется 3 месяца по одному часу. 90 часов. Это побольше, в 5,5 раза. Вы можете мне сейчас дальше дослушать, я объясню потом. А я плохо слышу. Я ничего не могу сказать, что там говорится-то. Плохо. Скоро так. Слышимость нехорошая. Кто-то говорит чего-то, я ничего не могу понять. Ахмад Дидат, слушали вы? Нет, не слышал. Послушайте, вот его в Ютубе видеоролики есть. Ахмад Дидат. Дискуссию запишите. А, может, я его и слышал. В Америке там какой-то доктор у мусульман наступает. Он находит там противоречия в Библии. Ахмад Дидат. Ну, видимо, он и есть. Я нескольких там прослушал, они одинаково говорят все. Притом, ошибка в чем заключается? Они Христа считают за пророка. Просто человек, как обыкновенный там, Исаия там. Но мы-то из Евангелия знаем, что он Бога-человек. Бог воплотился в человеке. Это не два Бога, а один. Бог есть святая троица. А как? Это нельзя понять никак. Мы просто верим. А мы понимаем. Я говорю, и вы не понимаете. Ну, Аллах, а как Он сотворил мир-то? Как? Нет, я знаешь, как знаю. Я как верю в Иисуса. Как? Это Дух Божий. Бог сказал, будь. И Он... Ну, у нас подробно написано, как Он родился. Я же не могу это никуда деть. Это Евангелие говорится. Евангелие. Ну, как может быть Бог на небесах и Бог на земле? Да, Он везде и всюду. Он везде наполняет все собою. Это говорит 138-й Псалом. Бог вездесущий. Он всевидящий. У Него много имен. Вот я сейчас это как раз... Всезнающий, всевидящий, всеслышащий. Так, именно так. Вот смотрите, 138-й Псалом говорится. Смотрите, Он прямо пишет. 138-й Псалом. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. А Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня. И полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня? Но и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не изотмит от Тебя. И ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Ибо Ты, Господи, устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои. Душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя, Господи, кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Ну, какой Бог? Я еще дня не жил, а уже у Бога все записано. Вот, 138-й псалом. Прямо. Нет, если вы считаете Иисуса Богом, да? Да, Бога-человек. Бога-человек. Он и Бог, и человек. А как может Бог призывать, не призывать, а просить у самого себя? Как человек, не себя. Еще раз повторяю, вам трудно, мусульманам трудно доказывать. Ну, вы на несколько минут так войдите в это. Здесь умом человеческим непостижим. Он и Бог, и человек одновременно. И он как человек молится. Как человек молится Богу, Отцу Небесному. Вот он в гусульманском саду и говорит, Отче, то есть, Отец, да минует меня чаша сия. То есть, не умирать, чтобы на кресте не быть распятым. А дальше добавляет, но да будет воля Твоя. Первое молится, первая часть предложения, как человек, а дальше и как Бог. Вот это не так. Вот шел когда-то однажды по берегу моря Блаженный Августин. И он это великий такой человек. Ну, как так? Вот он Бог и человек. Вот три. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. То есть, и три едино, не три Бога. Ну, три это... Ну, как может быть? Ну, видеть, там какой-то маленький мальчик играет. Хорошо. Когда распятие было, получается, Бога распяли, что ли? Человека распяли. Бога-человека. Как Бог, Бог не страдает. Бог не может жаждать. Он, Христос, жаждал, хотел есть. Он однажды встал и говорит, жажду. На кресте даже сказал. Это как человек. А как Бог, Он говорит, я и Отец одно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. А вот в начале Евангелия пишется, в начале было слово. Слово с большой буквы. Логос. Слово было у Бога. И слово было Бог. Получается неправильно сказать, Бог, а Дух Божий может правильно сказать. Нет, нет, нет. Дух Божий нашел на Деву Марию. Там написано. Дух Святой найдет на тебя. И рождаемость... Мой посланник, мой пророк, мой, Мухаммад, он сказал, что это Дух Божий. Ну, Аллах сказал, будь, и он, ну, как бы, как это называется на русском? Ну, Бог сказал, чтобы он был. Вот он и получился. Он получился. Вот это Деве Марии сказал ангел Гавриил, Джебраил, по-вашему, называется, Джебраил. И он сказал, Дух Святой найдет на тебя, и силы Всевышнего синить тебя, потому рождаемость святым наречется. И наречешь имя ему Иисус. У нас подробно это написано. Это нельзя... У нас тоже так же. Ну, шесть столетий позже написано, не может быть по-другому-то. Вот вы говорите Авраам, Исаак, Яковл. Но откуда вы взяли это? Это из Ветхого Завета взято. Вы, Боисус, откуда взяли это? Из Нового Завета. Другого-то источника нету. А так... Нет, наш пророк, он тоже, он обычный был пастух. Он не был образован. Он не мог писать. Он был, там, женился он на этой женщине купеческой. Он как купец ездил. Он очень любознательный был. Много слышал. Он брал на слух все это дело-то. Он говорит, Дуайт, Дуайт, это Давид. Ну, хоть один псалом-то написал бы. Ну, не надо он не написал. Как так? Дуайт есть. А я показываю вам. Вот оно. Псалтырь. Это 150 псалмов. Ну, почему этот... Не написал-то ни одного. Хотя бы один псалом. Ясно, что поверхностные знания были совершенно... Ну, 150 псалмов. Я еще раз говорю. Это не два псалма. Это же книга целая. Самая большая в Библии книга – псалтырь. Он говорит, Дуайт... У нас... Ну, я не пойму. Какая-то, ну, как троица. Я вот это не понимаю. Вы не дослушали меня. Слушайте тогда. Не перебивайте. Мальчик на берегу реки... У меня, допустим, Бог един. Я понял, понял. У меня нету Бога на стороне. Я понимаю, я вас понимаю. Я такой же, как вы. Я тоже не понимаю. И вот он идет и видит, маленький мальчик играет на берегу моря. И раковина лежит. Он раковину из волны почерпнет, отбежит и в ямочку выльет. Опять. Он говорит, а вода-то уходит. Он подошел и говорит, ты что делаешь? Он говорит, хочу море вычерпать, сюда в ямочку залить. Он говорит, море большое, ямка маленькая, да она еще пропитает. Он говорит, а как ты решил Бога единого, святой троицы, в такую голову вместить-то? И вдруг смотрю, говорит, никого нету. Ему ангел показал. Это нельзя понять. Это надо верить в это. Я понимаю. Вот у нас была еврейка одна. И она по-своему там верила на Христа. Я говорю, и она говорит, вот вы бы Христа приняли, когда Христос на земле ходил, в гости заходил, обедал. Я говорю, конечно. А вы бы его за Бога приняли, что Бог сидит за столом? Я говорю, нет. На что же нас осуждаете? Я рассуждаю, как мусульманин. Но я говорю, тогда нельзя было знать, ничего неизвестно. Он еще не умер. А когда умер и воскрес, теперь вся тайна открылась. Так что вы находитесь в состоянии, когда Христос еще не умер. А вы так и говорите, он не умер. Тут все сходится. Вот сами посмотрите, у вас отвечает пятницу. Это пятничный у вас намаз. Дальше. Евреи в субботу. Христиане в воскресенье. Это не случайно. Почему? Воскресенье – это конечное. Люди воскресли. Суббота – это шаббат, покой. А пятница – это пред этим. Она на подходе к субботе. Пятница – это распятие. Почему в пятницу мы постимся? Потому что Христос был распят в пятницу. Самое страшное заблуждение людей, когда они не верят, что Христос умер за наши грехи. Тогда все тщетно. Мы во грехах. Мы вот в доме мулы ночевали. Мула – это как у вас, как священник сказать можно. Ну, примерно так. Учитель. И мы беседовали. Римлянам 6.23. Возмездие. То есть плата за грех смерть. Все согласились. И мула согласился. Ну, а дальше-то что? Это все у нас заснято на ролике. Вот скажите. Человек убил другого. Я был среди мусульман. Там мулы, там имамы. Там большое собрание было. Я говорю, скажите, что будет? Как? Он говорит, ну, Аллах таких и не принимает. Он себе участь избрал уже. Все, убийца. Я говорю, а Христос принимает. Разбойнику говорит. Ныне будешь со мной бороя и упокаялся. Пришла блудница. Из блуда ее взяли. Вы ее примете? Подожди, подожди, подожди. Что имам сказал? Что? Я не понял. Таких-таких не принимает. Не принимает. То есть они оконченные. Эти люди, которые непригодны к спасению. Это где? Какой имам сказал? А? В Санкт-Петербург. Ну тогда не Санкт-Петербург, а Ленинград. Там приехали некоторые в Медину ездили, в Мекку. У них точно так же они сидели, пожилые люди. Ну, они маленькие. У нас 100 поклонов, а у них там меньше. И беседовали. Я им вопрос... Человек... Подожди, изначально. Человек убил человека, да? Да. Мусульманин убил кого-то, да? Да не мусульманин, Гитлер, Гитлер. Гитлер покаялся. Я говорю, Гитлер убил людей, там, 50 миллионов. Ну, как говорят. Но он пришел теперь к вашему богу. Вы его принимаете как? Вы здесь? Нет. Почему? Так он погибший человек. Его казнить надо за это. Я говорю, в Ветхом Завете так написано... У нас в Ветхом Завете у ювереев так написано. У вас точно так же написано. Смерть за смерть, зуб за зуб. У нас написано, что бы человек ни сделал, если Аллах, принимающий покаяние и милосердный, милостивый и милосердный, он... Главное, не предать сотоварища. Ну, хорошо. Давайте так. Я это слышал, слышал. Скажите, я говорю, скажите, на нем грех. Теперь он пришел к вам, он его принимает. Грех куда делся? Вы сами рассудите. Куда грех-то делся? Он уже сделанный. Добрые дела. Какие добрые дела? Он сидит в тюрьме уже, его ночью казнить будут. Все стало в тупик. Это, что вы говорите, это Христос прощает. Он умер за грехи людей. Евангелие от Яна 1,29 говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тут вы рассуждаете это правильно. Правильно, но только это необъяснимо. Он не мог... Господь... Он не то, что не может, это не его свойство. Бог ничего не прощает без наказания. А наказание смерть. Возмездие за грех смерть. А как он умрет, Чалла? Мы... Мы... Это... Это земля, это дунья. Мы здесь временны. Правильно. Это для испытания нашей веры. Да, да. Не право ли я сейчас? Правильно, правильно. Здесь мы должны не совершать греха, совершать благое. Жить по канонам нашей религии. Так, как нам приказал наш Господь. Он нам... Он донес нам правильный путь. И мы должны ему следовать. По его пути. Но теперь... Если мы его... Если мы отступаем с этого пути, так получается, мы согрешили. Если мы каемся, наше покаяние, по милости Божией, Бог принимает. Принимает, когда за грех наказывает. Вот смотрите. Просто так отвлечемся. Адам был в раю. С Евой согрешили в раю? Мусульмане так же понимают. Я говорю, что они сделали? Они сорвали плод, который нельзя рвать. Ну, яблоко там не называется. Дерево познания добра и зла. Какой это грех-то? Но уже за этот грех умерло больше ста миллиардов людей. Вы что играете-то этим? Больше ста миллиардов. Это Бог, Он не прощает, если за грех не отвечено. До времени, пока Христос не взял грехи мира и не умер за них. Вот в этом смысл весь. Если Христос не умер, то мы все во грехах. И нет человека, который, делая добро, не согрешил бы. Этого нету. У тебя то мысль такая, то посмотришь. Конечно, можно объяснить. Вот, допустим, у нас написано, кто смотрит на женщину с вожделением, ну, с пожеланием, чтобы уже прелюбодействовал. А у вас разрешили четыре жены иметь. Ясно что? То есть грех объявили святостью. Это так не пойдет. Нет. Как? Дела оцениваются по намерениям. Ну, правильно. Ну, четыре жены, можно намерение на десять жен. У Соломона тысячу было. Нет. А как? Аллах нам позволил только четыре. Ну, а кто ж позволил-то четыре-то? Адама... Одна Ева была. Откуда четыре? Ты четыре ребра ему выламывал? Аллах разрешил. Ну, если он разрешил, так тогда... Ну, вот, при чем тут Адам сейчас? А как? Мы все дети Адама. Он одну жену дал ему, одну. Это понятно, это понял я. Я имею в виду сейчас, ну... Ну, хорошо. Аллах разрешил четыре жены. Тогда, хорошо, допустим, у тебя есть жена одна. Так. Тебе... Тебе недостаточно ее. Ну, вот, вот, так. Люди на нашей земле сколько пролебодьяни совершают, потому что их одна жена не удовлетворяет должным образом. Ну, еще, дай это смотреть. То есть опустили, планку в грязь положили. А не хватает он... Вот вору не хватает. Вот сейчас в Думе провели. Если меньше двадцати тысяч, то не считать. Так можно что угодно. На миллион наворовал, а если два миллиона, уже считать. Это люди придумали-то. У Бога по-другому все. Чем заниматься пролебодьянием, не легче ли, сколько тебе надо? Две жены, три? Пожалуйста. Один день у этой жены, один день у этой жены. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так можно что угодно. Чем ходить? У тебя нету по исламу, как бы, ты договор, ну, договор с Аллахом, с ее родственниками полностью. Тебе как жену ее выдают, ты ставишь в махмагаре, ты даешь за нее выкуп, женишься, как по канонам религии. Не легче ли так, чем ходить, там, в сауну пойти, или к чью-то дочь, или сестру, там, с ней совершить пролебодьяния и за это отвечать в судный день перед Богом? А если пролебодьяния, теперь законное будет, вот, четыре жены, у нас считается это разврат, тогда святость будет, ну, нельзя так рассуждать-то. Если убил ребенка до 14 лет, не считать. Аборт сделал, так он не родился, это убийство все равно. Убийство. А так можно все оправдать. Дать закон, по закону все можно. Почему? Потому что это выгодно для революции. А? Я не понял, чего 14 лет? Я говорю, если закон издали такой, что вот у нас в России, я в России живу, Барнаул. Как вас зовут? Алтайский край. У меня, меня Игнатий Лапкин. Игнатий? Да. Очень приятно, меня Ислам зовут. Вот. Игнатий, а вот ты для себя Конституцию считаешь законом? Ну, там, где не противоречит Слову Божию, там мы ее исполняем. У нас контроль Слова Божия, Библия, Евангелие. А если оно против идет, мы не идем на это. Вот они посылают нас убить, вам можно идти убивать. А нам нельзя написать, любите врагов ваших. У вас нет таких заповедей. Вот, допустим, смотри, у тебя, пришел я к тебе и украл у тебя, допустим, что-то ценное. Даже, допустим, будет так. Твоя вера позволяет пойти тебе, допустим, в отдел и написать заявление, чтобы суд по Конституции судил меня? Не судил, а вернул, чтобы вы вернули похищенное, потому что вы отняли от детей. Закон Конституции тебе не гласит, чтобы я вернул и пошел домой обратно. Закон Конституции будет меня судить не по Божьему закону, не по Библии, не по... Понятно, понятно. А будет судить меня таким законом, которым писан таким же, как ты и я, человеком. Понимаешь? Меня спросят, прощаю я его или нет. Я судился с таким. У нас своровали сразу 300 литров горючего. Его задержали вора. Задержали. Спрашивают, как? Вы будете в суд подавать? Я говорю, нет. Пусть он вернет бензин и езжает домой. Нам хлеб сеять никак нельзя. Вот какое. Вот, допустим, сейчас в армию у нас берут ребята, у нас никто присягу не берет, присягу. И оружие в руки не берет. А на вас мусульмане нападут. Я его накормлю, напою. Написано, враг голоден, напой его. У нас разные законы в этом вопросе. Мы не идем убивать. У нас молодежь, никто в армии оружие не берет в руки даже. А вот как ты считаешь, Игнатий, то, что русские пришли на Чеченскую землю и разбомбили всю Чечню? Это знаешь, дорогой мой, вот есть такая книга, не книга, а большой рассказ. Хаджи Мурат. Хаджи Мурат. Лев Толстой написал. Но ты имеешь в виду про Наиба и Мама Шамиля? Вот, когда они напали, русские там войска пришли, аул разгромили, сожгли. Ну, русские отступили опять назад. И они собрались, аксакалы, старики вот так вот сидят. Аллах, а для чего такие люди живут? У меня был внук здесь, там ему лет 10, они убили его. У меня тут пчелы были, они все разорили. Я заготовил скотину держать, сено сожгли. О, Аллах, зачем они живут? Я вместе с ними плачу. Разбойники. Пришли разбойники православные, разбойники. И люди, которые, ну, старики сидят-то, кого там брать-то? Все разгромили. Это Лев Толстой пишет. Как я могу одобрить это? Я могу сказать только горе нам. Горе, мы христиане. А это делают не христиане, не верующие. С нами они ничего не сделают. Они нас не могут заставить оружие взять. Как я пойду в Чечню убивать? А когда чеченцы, вот мы к ним заезжали, книги я развозил везде свои, и чеченцы узнали о нас. Они принимали нас, как самых дорогих братьев. А нам говорили, не ездите, там головы режут. К нам пальцем никто не прикоснулся. Мы в Чечне были три раза. Кто с миром пришел, он будет гостем. Кто с оружием пришел, он будет врагом. Это Александр Невский сказал. Отмечаю погибнуть. Мы не согласны с ним, с Александром Невским. Мы говорим любовью. Вот в Ветхом Завете было так. Нападали сирийцы. Вот здесь Сирия, война идет. Он идет на Израиль. А он, пророк Елисей, навел на них, и они ослепли воины. И он идет впереди, командует ими, и, наконец, завел их в середину страны. А потом говорит, Господи, открой им глаза. Они открыли, а вокруг войска стоят, окружили их. Он говорит ему, там, один военачальник, давай их побьем. Он говорит, а ты их завоевывал. У них раненые, ты перевяжи их, посади там на телеге и домой отвези, напой, накорми. И они так сделали. И больше сирийцы к ним не приходили воевать. Любовь, любовь переломила обстановку. А ты меня нормально слышишь, да? Как говорите? Я говорю, ну, меня хорошо слышно. Я слышу хорошо, только иногда слова так скрадывает. Ну, вы поняли, что я рассказал? Это в Ветхом Завете написано, тем более в Новом. Христос мог бы защитить, как спаситель Божью Матерь. Нет, римляне, как была власть, говорят, всякая власть от Бога. И все они переносили. Духа в Христианстве заключается в том, что это одно из трех. Когда христиане говорят, Отец Бог, Сын Бог и Святой Дух Бог, но при этом утверждают, нет трех богов, есть только один Бог. Он продолжает. Отец Всемогущий, Сын Всемогущий, Святой Дух Всемогущий. Я ничего не понимаю здесь это, ислам. Я не слышу, я плохо слышащий, слова не разбираю, так что время это, не трать зря на это. Я тебе говорю о том, что у нас тут разный закон. У нас закон, если по-христиански, по-полному, нигде воевать никого не будет убивать. Никак. Мы дети мира. Мы несем мир. От наших людей, я имею в виду нашего круга, который понимают, на нас свои православные нападают. Как нельзя, да надо, там они восстали. Мы им доказываем, а они нас гонят. Мы гоним ее своими. У нас в религии-то говорится тоже о Иисусе, что мы же мусульмане ждем Иисуса. Другого Иисуса не будет. Иисус распятый, Он умер за грехи. Если Он не умер, то мы еще, Павел говорит, во грехах. Он не воскрес, мы во грехах. И вера наша тщетная, напрасная. Умирали люди напрасно, если Он не воскрес, а Он воскрес. Тем более я получаю ответ на молитве. Это близость Божия, радость. Христианские праздники какие, и благовещение. Вот у нас есть такое. Учитель пришел один, и не хотим звать его, нощу, тайно, боится, чтобы его не обвинили. И говорит, ты такие еще в детстве, Господи, делаешь, которых никто не делает. А Господь ему говорит, если не родишься свыше, не можешь увидеть царствие Божие. Он говорит, как? Я старик, должен в утробу матери в живот залезть и опять родиться. Он говорит, ты учитель, и этого не понимаешь. Это новое рождение. Хорошо. А куда тогда Иисус, когда Его распяли, когда Его в склеп внутрь поместили? Да. А куда Он тогда оттуда делся? Воскрес из мертвых. Воскрес из мертвых. Он стал живой. Бог воскресил, написано Его. Вот сейчас, через четыре недели у нас будет пасция. И все будут говорить, Христос воскрес. А отвечают, воистину. Ну, воскрес, но Он-то на небесах. Нет, Он явился сорок дней, Он являлся учеником. С теми вместе был, пил и ел. Показывал им. Ну, а где Он, получается, тогда? А вот на сороковой день Он вознесся на небо. О том, как и вы говорите, как у вас написано. О воскресе вознесся. Тут сходится у нас одинаково. Ну, егошнее тело же не осталось? Нет, не осталось. Ну, получается, значит, Он, если Он воскрес, если Он ушел, у нас-то пишется, что Он вернется обратно. А он так и написано. Явится на облаках с силой и славой великой, и Он будет судить мир. Бог Отец дал Ему суд. У нас пишется, что Он вернется, что Бог его обратно пошлет на землю, что Он должен убить антихриста. Так и написано. Так написано. Это 13 глава от Папокалипсиса. Он больше не вернется? Вернется он. Вернется в том же теле, как был, но только тело это проходит через стены, через препятствия. Не такое свойство. Оно не стареет, не жаждет, не алчит. Если знали Христа по плоти, то отныне не знаем, Павел говорит. Нет, я конкретно не могу сказать, он в каком теле будет, как будет. Но наш пророк Мухаммад, мир ему и благосостояние Аллаха, он сказал, что ждите Иисуса, что придет Иисус убить антихриста. Антихриста, Даджжаля, у нас Даджжаль. Да, да. Он придет. Он будет каф, кафир, неверный. Да, 666. Будут его отличать. Да. Верующий человек будет видеть вот эти... На арабском тревуку каф. Не знаем, мы не знаем. Это уже добавка. На каком языке, видно или не видно будет, или приборы будут считывать только. Может, на костной ткани только написано. Что антихрист будет человеку говорить, что... Сначала он будет говорить, что он какой-то ученый. Потом он будет себя объявить пророком. Потом он будет доказывать людям, что он Бог, что он всемогущий. Будет говорить, ну, как бы... Сможет даже человека, короче, типа разрубить и собрать заново, чтобы люди ему верили, что он Бог всемогущий. Он этого не сделает. Он только видимость будет давать, призрачно. Ничего он не может сделать. Я же это имею в виду. Так, а скажите, где он будет царем? Что у него будет огонь и вода, а это на самом деле вода это огонь. Огонь это вода. Но это не написано, такого нет у нас. А скажите, вот который придет... Антихрист... Где он будет царем? Где он будет сидеть? Не, он будет ходить, имеется в виду по миру и будет к себе, имеется в виду, заблуждать людей, чтобы за ним последствовать. Но он будет царем, царем будет он. Где он будет царствовать? Да какое государство? Где столица мира будет? А я сейчас не помню. О Иерусалиме, в Иерусалиме. Почему там арабы сейчас так волнуются? Этот храм Аяк, который есть, это все уйдет. Они храм отстроят. И там Антихрист сядет и будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. Три с половиной года он будет царствовать. Поэтому евреи не хотят его отдавать, да? Да, конечно. Конечно, это у них написано. У нас в исламе есть хадисы, пророк передавал. А вот вы... Будет. Ислам, вы никогда не думали об этом? За Иерусалим, за... Сколько мусульман на земле, скажите? Мусульман сколько? Ну, больше, чем христиан, точно. Нет, меньше, меньше. Сегодня меньше. Еще на 200 миллионов меньше примерно. А они 2 миллиарда. Ты не считай тех, которые просто называют себя христианином, а которые являются... Ну, а являются, может быть, совсем мало-то. Ну, по-другому-то как сказать? Чтобы христианином быть, не нужно, я думаю, не нужно просто носить крестик, что его детстве крестили, и он называется христианином. Ну, это правильно. У христианина нету национальности, как я понял, так же, как и у мусульманин. Да, да, да. Христианином является тот, который каждый день молится, соблюдает свои каноны, не нарушает то, что ему, как бы, велел Иисус и Господь. Так, я вопрос спрашиваю. Скажите, сколько, евреев сколько? Евреев сколько сегодня на земле? Евреев? Евреев? Да. Ну, я не знаю. 13 миллионов. 13 миллионов. И 2 миллиарда мусульман не могут ничего с ними сделать. А площадь, которую занимает Израиль, и площадь, которая вокруг него мусульманских государств, в 500 раз больше. И ничего не могут сделать. Это ни о чем не говорит. А что с ними надо сделать? Я ничего не говорю. Ну, что делать? Войны же объявляли, нападали. Шестидневная война была. Что не было? Объединенные силы. Я понял. Почему не могли победить Израиль? Не победить? Что вы советуете делать? Вот ваше мнение. Я тут никак. Просто обратите внимание, что что-то не так, как в мире делается-то в 100 раз. Нет, я понял. Вас как звали? Забыл Игорь? Игнатий. Игнатий. Вот ваше мнение просто мне, как человек, это у каждого человека есть свое мнение, он правил высказать его. Ваше мнение. Вот что, как бы вы поступили, если бы... Знаете, я вам скажу, вы скажете, это фантазия. Надо, чтобы те и другие стали христианами. Никакой войны не будет. Уверовали во Христа. Вы понимаете прекрасно, что этого не будет. Ну, остальное не подходит. Остальное никак. Что мусульманин, это очень большая редкость, очень большая редкость, чтобы мусульманин принял христианство. Это единичные случаи просто. Да нет, не единичные. А вот христиане на сегодняшний день очень много принимают ислам. Ну, которые давно потеряли Христа, они не верили даже в них. Я разговаривал с ними, с теми, которые перешли. Они вообще, говорят, я говорю, ты считал Библию? Нет. А ты посты соблюдал? Нет. Они ничего не делали. Я лично и в Ютубе, и в интернете лазю и постоянно смотрю. Есть очень много христиан, которые сами в церкви были папом, работали 15 лет в церкви, служили в церкви. Это Полосин один, Полосин, Полосин Вячеслав. Это Полосин Вячеслав был. Я его знаю. Он знает полностью Библию. Знает, знает. Потом он принял ислам. Да, я знаю его. Знаю, это правильно. О том, что много принимают. А что он принимает-то? Вот смотрите, приходят там, ну это манси, такая народность такая маленькая. Приходит мусульманский проповедник. И он говорит, к вам приходили христиане? Да. А вы их не принимаете. Почему? У них, говорит, одна жена, а у нас четыре разрешают. А у них многоженство. Да ты что? У них, говорит, лошадей нельзя есть, а у нас лошадей едят. И вся проповедь кончилась. И они прячутся, но не принимают. И человек, если планку-то поставить пониже, так там вообще... Вот у нас, если в церкви наши каноны включить, то у нас в церкви, может, никого не останется. Почему? Почему так? Да потому, что люди, не рожденные свыше, ищут на этой земле пожить лишь бы. Начинают изменять жене. Я говорю, а ты не изменяй ей. А вы думаете, мусульманинам быть легче, чем христианинам? Да там еще не надо совсем мусульманинам. Лишь бы заодно было, и все. Сказали взорваться, взорвался. Предложили там тебе, взорви, взорви. Где вот в Волгограде, Беслане я проехал, Буденовске. Ну там же не православные делали. Нет. У террора нету религии. Есть религия, есть. Все мусульмане, 100% мусульмане. Ну везде. В Англии, в Германии, во Франции, в Испании. И везде мусульмане. Везде. И у нас здесь. А вот недавно зашли в Пятницу и в мечети расстреляли 40-50 мусульман. Прямо в мечети. Ну а кто он такой? Кто он такой? Это кто-то террорист получил? Да он никакой. Он никакой. Вообще веры нет у него. Человека молящегося стреляет. На него не говорят, что мусульманин или христианин. О нем даже не пишут этого. Ну это... Конечно не напишут. Это же невыгодно. Почему идет геноцид мусульман в данный момент? Почему... Какой геноцид-то? Мусульмане там в Индии, возьмите, в Пакистане, сколько их казнили-то? Каждый год 50 тысяч умирает. Это... Послушай, почему Россия полезла в Афганистан? Почему Россия полезла в Чечню? Почему американцы те же христиане? Русские христиане. Почему они полезли в Афганистан? Я вам ответил. Они неправильно делают. Они неправильно делают. Почему все христианские на нынешний день нападают на мусульман? Везде нападают. В Сирии, допустим. Возьми Сирию. Там же тоже в основном 80% живут мусульман. Опять же мусульман убивают. Ну давайте, вот вы сказали про Сирию. Просто остановимся. Они жили мирно. Выступают сирийские. Там женщины, мужчины, они бегут оттуда. А ИГИЛ пришел. ИГИЛ кто? Мусульмане или христиане? Нет. ИГИЛа не было, пока не пришли русские, американцы и так далее. О, ИГИЛ во всю уже воевал уже 20 с лишним года. Не было. Еще себе не было. Нет, вы не надо так уже. Если человек находится на своей земле, и когда к нему приходят с оружием, когда он берет оружие, начинает воевать против тех, которые пришли к нему указывать, как жить и что делать, он террорист, да? Нет, не террорист. Вот смотрите, нефтяные где запасы и прочее. Кто пришел там у Сирии и начал-то по частям резать? Уже все захватили-то. Ну, надо разговаривать-то по правде, как есть. И поэтому эти вмешались. А зачем эти вмешались? В Афганистан полезли. А кто? Брежнев, Устинов. Какие христиане-то? Коммунисты. Это коммунисты делали-то. При чем тут христиане, когда христиане здесь по тюрьмам сидели? Я в это время в тюрьме сидел. Я при чем здесь? Я христианин, я это не одобряю. Я написал письмо Брежневу. Что я могу сделать? Они как разбойники пришли туда. Для маленькой страны Афганистан погибло у них почти 3 миллиона. А то что? Подряд все вы... У них нету ни самолетов, ничего. Их долбили и били. Неужели я это одобрять буду, как христианин? Это все коммунисты делали. Радно, мы по политику говорим. Дело в том, что человек должен верить. Верить крепко-крепко, что Господь прощает грехи. Потому что мы все грешные. У нас написано, все согрешили, все решены слава Божией. Это пишет Давид. Достаточно нам Аллаха, как покровителя. А у вас что так это крутится все время там? Это я хожу по комнате. Это такое дело-то. Если человек верит в Бога, значит верит. Вот сейчас, смотрите, у нас мы были в Турции. Стамбул, это что? Константинополь греческий. Его завоевали. А что теперь делать? Да ничего не делать. За грехи Бог и попускает. Мы так понимаем. Мусульманство пришло, чтобы наказать за отступничество. И крепко наказывает. Ну ладно, давайте прощаться пока. Если у вас будет желание зайти на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». У нас видеоканал наш. «Во свете Библии». Там у нас 14 500 роликов. Мы деревню строим православную. Там все показано. Так, всего хорошего вам. С Богом. Аллилуйя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok